Конкретный вопрос, я тоже была сегодня на полигоне. Первый вопрос к факелу. Значит, у меня опасения очень большие в каком плане? Факел зажжен 25 декабря, факел горит, сжигает газ. Какая температура? Мы видели на экране 1035. При, так сказать, нормальной мощности это должна 1200. Вот, меня интересует только один момент. Кто-нибудь делал никакие замеры воздуха, который выходит из этой фагенной установки? Молодец. Мне на полигоне на этот вопрос не ответил никто. И старостин Супани. Давайте, пожалуйста. Да, подождите, подождите. Это первый вопрос. То есть исследование воздуха, которое мы дышим от вашей фагельной установки, его не сделано. А люди с 25 декабря реально стали чувствовать себя плохо. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорите о том, что это панацея от запаха и от всего остального. Я хочу сказать, что в первой куче отсутствует система сбора фильтрата напрочь. Это огромная мусорная куча. Куда уходит фильтрат? На мой вопрос мне тоже никто не дал ответа. Я предполагаю, что уходит он в грунтовые воды. И то, что сейчас будет половодие и все остальное будет стекать снег, он просто по этой куче будет идти в ручьи, в речки и растекаться по всему району. Как будет решаться эта проблема? И последний. А, еще. В отношении того, что мы говорим. Старая куча, наследие прошлого. Сегодня мы видели новую кучу, которая формируется на шестой карте. Пересыпка отсутствует абсолютно. Я могу это... Вы это увидите все на снимках, которые мы предоставим в группу. Ее просто нет. Мусор сваливается без всякой пересыпки. Там нет ни одной машины грунта. Ни одной. Вы услышали вашу... Еще, подожди. Последний, последний и последний. Я хочу обратиться непосредственно к Павлу Александровичу Кириллову и попросить, может ли Министерство экологии дать нам официальное письмо за подписью господина Кодана, сколько у нас суточное количество машин может проезжать на полигон. Дайте официальный ответ. Суточное количество машин. И сошлитесь, пожалуйста, на какой-то документ, который, в общем-то, проекции, насколько я понимаю, сейчас уже нет. Он уже не действует по той причине, что проект есть нарушен. Тогда дайте на какой документ вы ссылаетесь. Дайте нам официально, сколько должно проехать машин на полигон с мусором и сколько, и сколько в соответствии с этим сутки должно проехать машин грунта. Мы это все прекрасно посчитаем и прекрасно убедимся. Когда мы можем ожидать эту бумагу? Спасибо, господина Анатольевна. Я думаю, следующее вопрос обрисовывающее. Подождите, ну давайте все дадим. Мы же поговорим. Первая часть вопроса адресована в руководстве полигона. Первая. Были ли замеры и есть ли результаты выходящего на финальной стадии вредного или безвредности установить сжигаемого газа, правильно, Галина Анатольевна? Первое. Фиксируем. Второе. Удачно, у меня тебе плохая съемка была. В вашем, мы тоже говорили, что в вашем ресурсе та группа, которая будет иметь регулярный доступ. Второй вопрос. Это не фильтрат даже, сейчас, потому что с детей уже сбилось. Сейчас, значит, первое, это пересыпка, пересыпка. То есть, какая технология, на какой уровень и каким слоем грунта пересыпается мусор. Почему так детально спрашиваю, потому что вчера присутствовала, еще раз говорю, на рабочей группе в правительстве.